И всем привет, меня зовут Супер Даня. И сегодня мы отдыхаем, как всегда, на озере. Сегодня мы будем собирать дрова, чтобы потом пожарить маршмеллоу. Вот мы идем с нами. Георгий, Лера, Соня, Ваня, Мариша и я. И сегодня мы идем искать дрова. Я думаю, тут вряд ли можно что-то найти. Но мы пойдем. Ладно, будем искать с вами дрова. Детский сад ромашка, быстро парами все стали. Великолепный прикол от Соня. Смотрите, подписчики, у нас командир есть. Это Лера, она говорит, как становиться и где быть нам. Надо сухие палки. Нет, это не сойдет, это палка какая-то. Мокрый? Набирайся, иначе говно получится. И место маршмеллоу будет говно какое-то, не вкусное. Вообще! Вот именно. Правильно говорит Илья. Быстро парами, мальчик с девочкой! Переходим в зал. Переходим в камеру, мальчик с девочкой! Малыш, вставай! Короче, я меняю темы на ролик. Я буду стараться убежать от них. Первый способ, как убежать! Нет, с этим вставай. Стоя ей пойду с ним! Трубок, давай. Бегай, первый способ. Первый способ. Первый способ успешно рабочий. Ну че, давайте перейдем в следующую руку. Слушайте, сейчас я от них убежал и буду вам рассказывать. Слушайте, первый способ на счет убежать, но очень легкий. У меня такой первый раз на канале. Просто берешь, говорят, что про это снимаю, а меняешь тему. Поэтому за такое ставьте лайк. Короче, хотя вряд ли это кто-то засмотрит до конца. Мой канал уже никто не любит. И меня это печально. Ладно, слушайте, сегодня они меня еще готовы прятаться. Второй способ от Данила. Просто, скажите, все-таки вкусно. Все, вот-вот-вот, вскрылся. Смотрите, горка какая-то. Где, не интересно. Если вы что-то видите, подписывайтесь на канал. Я сразу вам говорю, подписывайтесь на канал и ставьте лайк на все мои ролики. Потому что, мне кажется, что сейчас слуху на меня все найдут. И как раз-таки, если они меня не убьют, просто возьмут с собой, то мы переходим ко второму. Ваня, не поли. Поли, все. Ребята, показываю второй способ, как убежать от вашей банды. Просто, видите, без этих фуксов. С тех пор мы ромашка. Второй способ, как убежать от воспитателей. Смотрим. Вот воспитательница. Вы стоите рядом с ней. Даете ей поджопник и бежите. Походу, способ нерабочий. Сразу говорю, способ рабочий. Поэтому пробуйте. А мы... Третий способ, как убежать от учителей. Спрятаться. Давайте прятаться, ныкаемся. Ныкать, ныкать, ныкать. Третий способ от меня, чтобы... Третий способ, чтобы скрыться от учителей, надо просто спрятаться. Все, мы тут с парнями. Короче, третий способ. Попробуйте спрятаться. Я сразу говорю, он нерабочий. Все. Так, третий способ провален. Блин. Они тут. Ладно, все. Третий способ провален. Учители идут и убьют вас за то, чтобы вы дали... А еще они убьют вас еще жестче за то, чтобы им дали подзраки изначале. Второй способ тоже нерабочий. Нет. Та подошел. Стоять. Первый способ, как убежать... Пошли в садик. Первый способ, как убежать от учителя. Нужно ломать руку и убежать. Ай. Стоять. Меня двое зажали. А, ну ладно, пусик. Бежать быстрее! Надо бежать быстрее. Первый способ, как вырваться от учителей, работает. Еще аккуратнее спрятаться. Ладно. Давайте безбалим. Бревна! Я забыл, кстати, вам сказать название ролика в начале. Это выживание от учителей. И, кстати, это способы, как можно убежать и справиться от учителей в садике или учительниц в школе. Но вы так в реальной жизни не делаете. Надо учиться на отлично. И учители уже тут. Так, короче, сейчас будем показывать уже четвертый способ, как убежать, а не убежать. То есть пятый уже. Чтобы учитель вас не поймал, надо бы и профессиональными футболистами обвести его. И вы успешно убегайте. Бежим! Такого учитель не догнал. Слушайте. Этот нам не нужен.